В эфире Актуальное интервью в студии Марфилина Алексеева. Здравствуйте! В местах проведения крупных и значимых мероприятий этого года «Дети Азии», «Эссех Олан-Хо», «Игры Манчары» продолжаются строительные и ремонтные работы. Какие объекты обновляются полностью, какие возводятся с нуля, как проходят ремонтные работы, об этом мы сегодня поговорим. Гость студии Виктор Романов, министр строительства республики. Виктор Дмитриевич, здравствуйте! Каков текущий статус подготовки спортивных объектов к восьмым международным спортивным играм «Дети Азии»? У нас совсем немного времени осталось до самих игр. Активная фаза ремонтных и строительных работ на завершающей стадии. Все задействованные объекты, это практически 16 объектов, из них 9 спортивных объектов. Это вот самые наши крупные «Триумф», «Туймада», «Бассейн Чолбон», «Модун», «50 лет победы» и так далее. Они все сейчас обновляются. И к ним плюс еще работы по ремонтам осуществляется на базе СВФУ университета, федерального университета, где осуществляется ремонт общежитий и мест, где будет обеспечиваться питание. Также плюс задействованы три объекта образовательных учреждений, это ДСШ и залы, которые тоже непосредственно будут принимать участие на спортивных играх «Дети Азии». Какие конкретные работы уже выполнены на спортивных объектах, а какие еще предстоит завершить? — Хочу отметить, что из строек у нас было два объекта. Это многоконфункциональный спортивный зал в селе Хатасы. Он был введен, ну, завершен в прошлом году. И 19 марта было массовое открытие объектов. И он был одним из этих объектов, где торжественное открытие произошло. Там 400 посадочных мест, большой один зал и два еще зал для единоборств имеет. Он будет задействован как тренировочный объект. И второй у нас объект стройки — это у нас многофункциональный зал на Ильминской, в Сайсарском округе. Там сейчас завершающие работы, отделка, благоустройство. Готовность составляет 92%. И в рамках того контракта, который заключен городом Якутском, к концу мая, 31 мая, мы планируем завершить данный объект. Он уникален тем, что он соответствует стандартам проведения гимнастики. Высота зала составляет 18 метров. И вот буквально с 10 мая начались асфальтирование прилегающей территории, будет укладка тротуарной плитки и так далее. По другим объектам активно ремонт отшляется от больших наших спортивных объектов. Это «Триумф». В «Триумфе» там зона питания, проведение самих мероприятий, благоустройство сейчас делается. На стадионе Туймада сейчас активно работает по замене покрытия. Это полная замена покрытия футбольного поля и беговой дорожки. Также новые трибуны, то есть посадочные места. Ну и там инженерия, вентиляция, освещение, самого поля тоже входит, мачтовое освещение. И из инженерии туда тоже входит и обновление котельной. То есть активно работа проводится. В принципе, все идут в графике, все подрядные организации, которые задействованы в этих мероприятиях, они непосредственно имеют контракты с учреждениями от Министерства спорта. И они, как говорится, все понимают ответственность, которая на них возложена на сегодня. Также завершается ремонт СУФУ общежитий. Часть уже завершена, часть идет небольшие отделочные работы, потом дальше будут оснащения. И где питание будет шляться, допустим, в столовой Сергелях, и там тоже небольшие отделочные работы шлятся. И таких серьезных рисков, чтобы там не была обеспечена готовность, таких рисков нет на сегодня. Какой бюджет выделен на ремонтные работы спортивных объектов? Только по спортивным объектам и на обновление объектов, которые задействованы в играх, предусмотрено с прошлого года порядком 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Основные суммы, как я сказал, они пошли на обновление Триумфа, стадиона Туймада, самые вот такие, так сказать, дорогостоящие виды работы. Если по стройке говорить, то спортзал «Ильминская» стоит порядка 500 миллионов рублей. И «Хатасы», соответственно, по тем объектам, которые на сегодня задействованы, выделено порядка 2,5 миллиарда рублей. Есть ли специфические требования к объектам, связанные именно с проведением конкретных видов спорта? – Хотелось бы отметить, что в Дохсуне, футбольный крытый манеж Дохсун, там сделано интересное для проведения по скалолазанию скалодром, достаточно такой высокий, широкий, различные режимы проведения соревнований. И на сегодня уже эти виды работы, они закончены, спорткомплексы Дохсун, и, насколько я знаю, там уже сборная республики начинает тренировки. – А какой прогноз по срокам завершения именно всех объектов? – Да, как я сказал, 31 мая у нас по поручению главы, у нас как бы осуществляется этот жесткий контроль. И на сегодня все основные работы будут завершены до конца текущего месяца, но потом все равно документарная догонка, закрытие форм и так далее, оно все равно будет идти в течение июня месяца. Также хочу отметить, что там в рамках подготовки игр Дети Азии работает очень много комиссий. Например, Минстрой координирует работу совместно с Минспортом по комиссии по стройкам и ремонту, а таких комиссий у нас 21. И, соответственно, после того, как объекты завершают ремонт, там уже приступают другие комиссии, то есть готовность, безопасность, санитарное соответствие и так далее. То есть очень много комиссий, и у каждой комиссии сейчас выработан график работы, и в соответствии с этим графиком очень четко идет координация этих работ. Для этого буквально сегодня было совещание руководителя администрации главы, создается центр координации этих моментов, вплоть до начала и завершения этих работ, то есть координация всех комиссий. И хотелось бы уже немножко перейти к другим. Играм Манчара в Татинском улусе, как идет подготовка? Да, активно к следующему году к Играм Манчара тоже в Татинском районе проводится большая работа. Пять объектов непосредственно, которые будут задействованы, там строятся. Из крупных хотелось бы отметить, это многофункциональный спортивный зал, достаточно большой, из республиканского бюджета, и в рамках федерального у нас проекта строится. Стадион строится на тысячи посадочных мест, тоже заказчиком является наша подвергнутая служба государственного заказчика. В Черкехе будет модульный спортивный зал по линиям спорта, тоже с участием федеральных средств реализовывается заказчиком. является Татинский район, и подром будет в рамках добрых дел, тоже через Минстрою финансирование идет. И также один из объектов, это образовательный объект, школа на 450 с интернатом на 100 мест. И он будет задействован для размещения, для питания участников Игр Манчары. Объекты достаточно большие, финансирование если озвучить, то школа стоит больше 600 миллионов рублей, стадион порядка 400, модульный зал, сам зал конструкции порядка 80 были, плюс на фундамент и монтажные работы тоже около 200-140 миллионов будет. То есть если к играм смотреть, то порядка полутора миллиардов на проведение игр предусмотрено за счет госбюджета и в том числе с участием федерального бюджета. В селе Черкех строится тоже модульный спортивный зал, вот тоже о нем. Очень большой, там принцип как не как капстроительство идет, а модульный это федеральная программа и полностью конструктив, каркас, само здание передано федеральным спортом. Это задача республики, это создать фундамент, благоустройство, прилегающие территории и обеспечить монтаж. В текущем году, к октябрю данный объект должен быть завершен, в принципе работа идет в плановом режиме. А что касается мероприятий, которые предусмотрены в рамках Исеха Лонхо, который в Амгинском районе будет? Тоже большое мероприятие. Буквально завтра тоже планируется выезд комитета, оргкомиссии, во главе заместительного представителя правительства Сергея Васильевича Местникова. Там мы в рамках общеэкспубликанского движения добрых дел тоже предусматриваем финансирование за счет государственного бюджета. Это общий объем финансирования на сегодня составляет порядка 130 миллионов рублей. В основном это культовые сооружения, это тюльге, ремонт ипподрома, санитарная часть и так далее. Общее количество объектов у нас составляет 19 объектов. И в основном это, как я сказал, обрядовые, это Алдук Мас, Алтен Сергея. И все контракты заключены, средства предусмотрены, работа проводится. Соответственно, в планируемые сроки должны завершить. И непосредственно завтра будем там на объектах осмотреть ход выполнения к этому мероприятию в УСЭХО ЛАМХО. Ну что ж, спасибо, что вы уделили свое время и ответили наши актуальные вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok